Всем привет! С вами дизайнер Алина. Сегодня будем говорить о поле. Пол это важная составляющая любого интерьера, поэтому к его выбору нужно подходить с особенной ответственностью. Внешний вид напольного покрытия влияет на общую атмосферу в помещении и задает стилистику и направление в дизайне. Именно поэтому я предлагаю разобраться в общих тенденциях в напольных покрытиях уже наступившего 2022 года. И так как прямо сейчас мы находимся в салоне напольных покрытий Трио, где расположено огромное количество образцов паркетной доски, ламината и кварцвинила, то обсудим тенденции в сфере вышеперечисленных напольных покрытий. При выборе цветовой палитры напольных покрытий дизайнеры делают акцент на натуральные, естественные оттенки и цвета. Потому что такие оттенки расширяют пространство визуально и это хороший вариант для любой цветовой схемы декора. Вернуть все к естественности, сохранить простоту, натуральность это главный тренд будущего десятилетия. Так как сейчас самый главный вопрос в социуме это сохранение экологичности, натуральности, то этот тренд продлится еще долгие-долгие годы. В 2022 году дизайнеры решили отойти от коричневого цвета дерева, заменив его на более нежные отбеленные оттенки. Поэтому одним из трендов будущих сезонов является отбеленная древесина. Достигается он путем удаления верхнего слоя коричневого цвета химическими веществами. После этого у нас остается легкий эффект потертости, но при этом мы видим текстуру дерева, которая располагается снизу. При этом доска не теряет своего шарма и привлекательности. Еще хочу заметить, что такого вида отделки можно добиться отбеливанием уже существующих полов. Поэтому если вы собираетесь делать ремонт, подумайте и взвесьте все за и против, отбеливать вам уже существующие полы, либо заменить их на новые. Так как отбеливание тех полов, которые у вас уже лежат, это дорогостоящие мероприятия. Всегда нужно подумать, что для вас выгоднее. Легендарный паркет елка, востребованный нами в современных интерьерах, знаком еще по советским квартирам. Но на самом деле укладка елкой уходит далеко в прошлое, и мы можем ее наблюдать еще в средневековых замках. Поэтому укладка елкой появилась тогда, когда и появился сам паркет. Существуют разные способы укладки паркета елкой. Это как французская укладка, так и английская. Французская елка подразумевает стыковку планок по 30-60 градусов и образует прямую линию на стыке. Сейчас рассмотрим английскую, либо венгерскую, как ее называют елкой. Вот это английская елка. Тут планки стыкуются под прямым углом, не обрезаются в торце, и образуется такая схема укладки. Укладка напольного покрытия елкой создает ощущение движения и динамики. И может даже служить как акцент, направляя к фокусным точкам комнаты. Следующий модный тренд это состаренное дерево. Интерьеры с такими полами смотрятся максимально уютными и обжитыми. Глубокая брошировка, искусственные потертости, трещины, все это как дань многим поколениям. Но на самом деле все эти моменты созданы специально на производстве и проработаны не таким путем, чтобы срок эксплуатации такого пола не снизился, а наоборот увеличивался. Эффект потертости и издочности напольных покрытий популярен уже давно и не собирается сдавать своих позиций. Следует отметить, что химический процесс, придающий дерево, тронутый временем эффект, идеально подходит для такого стиля как этно или кантри. Шикарно впишется в такой самобытный интерьер. Рассмотрите данный вид напольных покрытий, если хотите следовать ныне модным тенденциям органики и придать вашему помещению винтажный вид. Следующая модная позиция это твердые инженерные породы дерева. Инженерная древесина является отличной альтернативой всем напольным покрытиям, потому что она имеет вид натурального дерева, но при этом она проще в уходе, выносливее и прочнее. Инженерная доска это напольное покрытие, которое не боится влаги и перепадов температуры, поэтому она все больше и больше завоевывает популярность среди потребителей. И самое главное ее преимущество это возможность изготовления планок до 3 метров в длину и до 60 сантиметров в ширину. И последний тренд на сегодня это эффект обожженной доски. На самом деле технологию обжига доски придумали японцы. Придумали они ее для того, чтобы древесина не боялась влаги, не боялась микроорганизмов, не доставляла хлопот, лишний хлопот с пропитками. Поэтому доска обжигалась в пищах и становилась максимально устойчивая к внешним воздействиям. С того времени доска такого типа становилась все более и более популярной. И на сегодняшний день в дизайне применяется как и обожженная доска по-настоящему, так и напольное покрытие с таким эффектом. Спасибо, что были с нами. Отдельное спасибо салону напольных покрытий Трио за предоставленные возможные съемки. Приходите в салон, ребята вам все покажут и расскажут. И кофе сделают. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк. Всем пока. 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 Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok